Подобный эффект у эстонцев есть. Я бывал в Эстонии, но такие случаи у меня были гениальные. Мы едем с моим другом из Риги, в Эстонии у нас машина, там неприятность произошла, мы остановились, проголосовали, остановилась эстонка. Мы говорим в Таллинн. Она говорит, садитесь. Мы сели, она проехала километр, не могу, остановилась и так у руля сидит, над рулем склонилась и думает. Мы ждали, ждали, потом говорим, что? Она говорит, вообще-то я в Таллинн не еду. Вот эстонцы первыми шагнули за Западом и первое, чего лишились, чувства юмора. Это же моя фраза, когда меня эстонец возил, второй раз повез на площади, где знак круговое движение. Второй раз поехал. Я говорю, вам эстонцам, под этим знаком надо писать не более трех раз. Он меня долго спрашивал, что я имею ввиду, он неделю за мной ходил. Ну как я ему могу объяснить, что они стали мандалаями уже с точки зрения, конечно, чувства юмора. Вот так же с американцами они юмор видят. Вот я вам рассказываю сейчас. Я хоть раз рожу скорчил? Нет. Весь американский юмор по третьей сигнальной системе рефлексов собачек Павлова. Сказал шутку? Эээ. Вот этот с юмором выступает. Жванецкий мог появиться только у нас Только у нас народ ухахатывается Потом приходит домой и говорит Как это грустно все И вот такими слезами плакать начинает Американцы только веселый юмор признают И глазами Человек сел в торт Им так смешно Если два человека село в торт В два раза смешнее Если тот кто сел в торт Встал, снял штаны и там все в торте У катайков загибку начинается Я выступал В Линкольн-центре на Бродвее Естественно перед нашими эмигрантами Потому что тем вообще американский юмор тесен Они приглашают нас Чтобы мы наш грустный юмор им дали И чтобы они погрустили и поплакали одновременно А зал обслужили американцы Аборигены по умственному развитию И было написано Вечер юмора Я пришел за кулисы Они долго на меня смотрели И спросили Это вы пойдете? С таким лицом? И что люди смеяться будут у вас? Знаете, они меня оскорбили Я вам честно скажу Они обидели мое лицо Просто И в этом костюме Даже не переодеваясь Они меня спрашивают Ну, я понимаю Пришел бы опять Моисей в боди Это ясно Это, так сказать, человек С улицы не мог прийти вообще-то Хотя Боря может Но Я бы им ответил про наши лица Наших юмористов Но они не поняли моего ответа Я бы им ответил Вы еще не видели лица Трушкина с Коклюшкиным Это грустнее уж не бывает Но они не понимают юмора с серьезным лицом Нельзя им перевести то, что я вам говорю Они вообще, как мне сказал мой друг профессор Не могут долго держать в голове информацию И поэтому с серьезным лицом им, во-первых, нельзя ничего рассказывать Юмористическую, во-вторых, нельзя миниатюру долгую рассказывать Надо покороче И я бы в это сделал эксперимент Я перевел им одну простейшую шутку, собственно Сейчас, по вашей реакции Я хочу понять, кто же образований Вы или они Ни один американец еще над этим не засмеялся Сосредоточились Тест Позапрошлом веке Адмирал Нельсон однажды встретился с генералом Кутузовым С тех пор появилось выражение Поговорить с глазу на глаз Но Ни один западник не понимает, естественно, этого Ну, я им сделал, конечно, скидку Потому что, говорю, наверное, не знают Кутузова Но ведь мы-то Нельсона знаем Значит, уже 2-0 в нашу пользу Ну, с их образованием особо статья Вот этот профессор мне, конечно, рассказал, что Ему, знаете, американец, студент, будущий филолог, профессионал Написал однажды в письменной работе Фауст Ван Гога И наш профессор спрашивает Почему он так написал? Ты же мне в густном ответе ответил правильно, что Гёте написал Фауста Гениально ответил американский студент Все точки надыра ставил Он сказал, а я не знал, как пишется Гёте Ну, действительно, какая разница Гёте, Ван Гог, Ван Дамм мог это написать Маудзи Дун, если бы известно было, как это пишется Самая страшная для них письменная работа Не то, что правописание У них почерка у многих нет Будете в Америке, посмотрите, как они пишут Молодые американцы, администраторы в гостиницах или официанты Это страшно смотреть Мы пишем двумя пальцами сверху Вот так вот, указательным, безымянным И поджимаем большим пальцем, да? Они не могут, у них не двигаются эти пальцы вверх Ну, во-первых, чистописания у них нет А во-вторых, они же бабки Не умеют считать, как мы, вот так вот У них это атрофировалось Это пойдут скоро эти два пальца практически Они пишут так Они поджимают верхними, а водят большим пальцем То есть, они как фибу держат вот так вот То есть, если обезьяне дать ручку Америка начала обратный эволюционный путь к обезьяне Многие из них пишут левой рукой Потому что не знают, что надо правой писать на самом деле И даже для филологов-профессионалов Вся классика печатается только в адаптированном виде Только в адаптированном Например Гомер, Илиада, Одиссея 11 страниц Полное собрание пьес Шекспира Я смотрел, толстая книжка, 23 страницы И Ромео и Джульетта Говорят на приближенном для понимания молодежном языке Ромео, я тебя люблю, Джульетта И у меня такая же ерунда, Ромео Пометуя все сказанное Я решил упростить собственную шутку И у одного американца спрашиваю Вы как говорите про Нельсона? Тот мне отвечает У Нельсона не было одного глаза Я говорю, это неправильно Правильно говорить, у Нельсона был один глаз Боже мой, как он задумался Глаза как рыболовецкие поплавки То есть это глаза беременного краба То есть чувствуется, что три файла Вирус попал Их вообще нельзя озадачивать никакой казуистикой Вопросы, которые мы баловались в детстве Для них мучительны Например, что больше весит Тона металла или тона воды Только один мне из пятерых ответил Одинаково, тонна и тона Меня не возьмешь голыми руками Я воспитан советским образованием Я говорю, одинаково? Он говорит, одинаково Я говорю, а урони себе на ногу сначала одно, потом другое И опять файлы сбились Опять вирус попал Конечно Конечно, мне любой из вас может возразить Зато они лучше живут Зачем им вообще эта духовность? Правильно, казалось бы, трудно спорить Но есть одно но Глобальная тайна, расскажу только вам Вы никому не рассказываете Это секрет Это только я знаю Находки есть археологов, лингвистов Сравнительных лингвистов, мифологов Легенды правые Мы не первое человечество на земле Уже это по раскопкам доказано Существовали до нас Атлантида Арийская цивилизация Арийскую многие знают Цивилизацию благодаря Гитлеру Гитлер раскрутил ее Он был ее брендом Почему все цивилизации погибли? Загадка для всех ученых А я знаю Потому что земля живая В этом главная загадка Борясь за себя Земля вынуждена иногда избавляться сама от цивилизации Когда та переполняется мандалаями Вибрации Гресси Идущие от мандалаев Может создать такой резонанс Что земля разрушится, как мост Отшагающий по нему в ногу рот и солдат Земля-матушка Она предупреждает нас Землетрясениями, наводнениями, войнами Другими катаклизмами подзатыльниками Вон даже в Афганистане Неприятно говорить Но случилось от агрессивности От вибрации этой землетрясения Ну, если мы этих намеков не понимаем Земля тяжело вздыхает И прощается с нами Поворачивается, меняет наклон своей оси Остужая мандалаев очередным потопом Или даже ледником Человечество возвращается к природе Дичает и начинает свой путь заново Извините, я забыл вас предупредить Что мои выступления сегодня делятся на три части Первая лекция Вторая проповедь Третья для тех, кто не понял Первые две Поэтому продолжаю Не зря сегодня многие говорят о конце света Действительно, американская агрессия Туловище начала резонировать И в Европе, и в Азии Более того, было сообщение астрономов Земная ось наклонилась уже Она предупредила нас, Земля Мы не заметили этого Нам интереснее было следить Все эти годы Кто выиграет процесс Клинтона или Моника Чем закончится насморк у Ельцина? В чем загадка Путина? И правда ли, что Алла Пугачева На сей раз выйдет замуж за Максима Галкина И будет Алка Галкина? А вместе они будут Дуэт Пугалкиных А у вас был недавно этот дуэт, я знаю Мне двое благодарны из артистов Мне трое Галкин с Пугачевой За то, что я про них придумал Название такое Пугалкиных И еще Басков мне благодарен Потому что он вывесил афиши В честь своего виле Мне 25 И я говорю, все скрывают гонорар Только Басков на афише обозначил Коля подошел Говорит, слушай, ну как здорово Говорит Конечно Извините, отвлекся Конечно, много сбылось из того Что предсказал Нострадамус Даже удары с воздуха по новому свету Сбылись Но я тоже не последний предсказамус Так много сбылось из того Что я нашутил Что люди мне вопросы задают Письма пишут с просьбами Напишите хоть что-то хорошее Может сбудется И я откликнулся, написал Конца света не будет Наши страны выручат Не нас пугать концом света Мы их навидались У нас уже чуть не 10 лет Каждую неделю в газетах пишут Что в пятницу наступит Очередной конец света При этом на той же странице Печатают телевизионную программку На следующую неделю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok